Сазар Августов, у меня для тебя новости. Новости? Да. Я нашла врача, который будет наблюдать здесь за тобой. Но самое главное, очень скоро ты увидишь своих родных. Правда? Когда? Когда, Моника? Скоро. Скоро, любовь моя. Твоей маме лучше, и скоро мы ей всё расскажем. Продолжение следует... Я склонна подозревать Эмму. Конечно, только Эмму. Я так расстроена, Валерия. Я ведь совсем не поддержала Амброзио. Я так растерялась, когда Эмма обвинила его во всём. По-моему, он заметил, что я ему не поверила. Не поверила Амброзио? Странно, почему? Сама не знаю. Он всегда был так добр ко мне, а я ему не поверила. Он это заметил и изменил своё отношение ко мне. В каком смысле? Он отдалился от меня. Даже говорить об этом не хочется. Я так переживаю. Не обращай внимания. Такой уж у него характер. Скоро это пройдёт, вот увидишь. А если не пройдёт, я сама с ним поговорю. Помирю вас. Ты нашёл Монику? Просто не верится. Я же говорил, я великий детектив. Ну, рассказывай. Я очень хочу знать, что там происходит. Всё так, как я и предполагал. Существует всего один Сезар Августа. Держи. Я возвращаю её тебе. Почему? Она же твоя. Нет, твоя. Была моя, но я тебе её подарил. Мне от тебя ничего не надо. Ничего, понятно? Нет, Элли Нита. Возьми её. Я же подарил её тебе от чистого сердца. Возьми. Какой же ты циник. Забери. Я не возьму её обратно. Держи. Мне не нужно от тебя ничего. Забери. Нет. О-о-о. Осторожно. Рукам воли не давайте. Объявилась подруга Сезара Августа. Ещё одна? Нет. Эта звонила по телефону, просила о встрече. Такая любезная, вежливая. Хотела со мной увидеться. Зачем? Чтобы я рассказала ей, как чувствует себя сеньора. И можно ли с ней увидеться. Мы с ней немножко поболтали. И она приходила? Нет. Я посоветовала ей подождать немного, потому что сеньора неважно себя чувствует. Я всегда рад вас видеть. Я тоже приятель. Я тоже всегда рад тебя видеть. Моника говорит, что скоро я увижу маму. И потом всех других. Только я не знаю, когда. Пока лучше не надо, Сезар Августа. Тебе пока ещё нельзя к маме. А мне? Мне к ней можно? Боюсь, что нет, Моника. Почему? Она не хочет. Мама не хочет меня видеть. Это как если бы Моника не хотела видеть Аниту. Нет, Сезар Августа, это не то же самое. Твоя мама думает, что ты умер. Но я же жив. Скажите ей, что я ничего не помню, но я жив, я жив. Успокойся, Сезар Августа, успокойся. Прошу вас, сеньор. Я же сказал, что я очень виноват. Я согласился продолжать тренировки только потому, что мне позвонил Амброзио Хименес и Сеснерс. Он очень меня просил. И потом я за это деньги получаю. Он так холоден со мной в последнее время. И ты задумалась, почему это тебя так расстраивает? Наверное, потому что я его очень ценю. Только поэтому? А может, ты в него влюбилась? Нет, конечно, нет, Адет. Я люблю только Сезара Августа. Помогите мне, доктор. Я так больше не могу. Я хочу вылечиться, хочу снова стать нормальным. Помогите мне, пожалуйста. Помогите. Пожалуйста. Ты лгуный обманщик. Ты разговаривала с Оленитой, да? Нет, с твоей сестрой я не разговаривала. Зато я узнала, что ты нищий. Так значит, твоя машина в ремонте, да? А кредитную карточку ты забыл в другом пиджаке. Скажи мне, Рубен, у тебя правда есть машина, кредитная карточка, деньги, как у любого члена этого клуба? Ничего этого у меня нет. Ну и что? Это что, грех? Повеселились и будет. Рубен! Рубен! Нет. Рубен! Я хочу поправиться. Я хочу пойти к психиатру, которого рекомендовал доктор Миллер. Да, дорогой. Я с ним уже встречалась. Мы пойдем к нему завтра. Моника, расскажи мне про маму. Какая она? Расскажи. Вы уходите? Да, Патрисия. Вам что-нибудь нужно? Нет, нет. Я тоже уходу. Мне надо познакомиться с матерью Сазара Августа. И что же ты ей скажешь? Пока не знаю. У нее тяжелый характер. Прежде чем сказать, что Сазара Августа жив, я должна каким-то образом с ней подружиться. Лучше всего рассказать ей про Сазара Августа. Сообщите ей, что он жив, и что это ты привезла его в Мексику. Нет. Прежде чем сказать ей, что он жив, я должна убедиться, что она будет на моей стороне. А если нет, она никогда не узнает, что ее сын жив. Вы думаете, я не понимаю, что происходит? Вы избегаете меня, сторонитесь. Мне это уже надоело. Я не понимаю. Вы все понимаете, и я пришла к вам, чтобы мы все выяснили. Мне сейчас не до этого, Патрисия. Давай потом. Нет уж. Я понимаю одно. Вы заставляете меня страдать и получаете от этого удовольствие. Вы обращаетесь со мной подчеркнуто вежливо, но я чувствую, что мы все больше отдаляемся друг от друга. А как же мне еще себя вести? Как прежде. Это невозможно, Патрисия. Неужели ты не понимаешь, что обидела меня? Если бы во мне сомневался кто-нибудь другой, мне было бы все равно. Но ты... Ты другое дело. Ты очень меня обидела, Патрисия. Очень. И вы мне за это мстите. Как ты можешь. Я не такой. Нет, нет. Именно такой. Вы играете моими чувствами. Нет. Это ты играешь моими чувствами. Ты просто избалованная девчонка. Привыкла, что с тобой все нянчатся, что все все терпят. Но со мной это не пройдет. Я человек серьезный и не люблю всякие недомолвки. Так что, либо ты принимаешь меня таким, каков я есть, либо мы ограничиваемся чисто служебными отношениями. Так вы этого хотите? Хорошо, пусть будет так. Отныне я буду видеть вас, только владельца этой фирмы. Здравствуйте, сеньора Моника. Здравствуйте, Эльза. Как дела? Что вам угодно? Сеньора Эмма сейчас дома, так что мне некогда с вами разговаривать. Очень хорошо, что сеньора Эмма дома. Я как раз к ней и пришла. Вы хотите говорить с сеньорой? Да, Эльза. Я знаю, что она не совсем здорова, но только...